привет вы на канале порт club и сегодня с вами как всегда серёга порт как без меня на нашем канале правда не так давно у нас на канале появилось видео где выставлял итальянский дом на продажу куча звонков куча пустых разговоров как всегда как всегда и в оконцовочке дом в продаже дом также ждет своего покупателя своего жителя и сегодня наверное хочется поговорить на эту тему о которой я в принципе никогда не говорю о том как происходит вообще продажа дома люди звонят и спрашивают серёжа мы видели у тебя на канале дом он продается да он продается в агентство нет мы не агентство дом продается напрямую от собственника соответственно у человеков возникает много вопросов которые приходится выяснять у собственника у хозяина данной недвижимости иногда слишком много вопросов иногда их чуть-чуть поменьше но дело в том что если я начну выяснять под каждого все его вопросы собственник скажет серёга ты уже задрал своими вопросами я думаю что на данном этапе люди должны понимать что если вас заинтересовал это дом если вы находитесь в болгарии поднимите пятую точку возьмите машину приедьте посмотрите этот дом понравится он вам не понравится будете решать уже сами после осмотра данной недвижимости а то получается что все хотят как будто бы не знаю выехать за чужой счет что ли вот так получается то есть вы звоните задаете вопросы я все это узнаю в оконцовке тишина люди звонят и начинают придумывать разные причины дабы сказать что это им не подходит мне всегда хочется чисто по-человечески как-то помочь раскрыть тему чтобы человек лишний раз не приезжал не тратил свое время не тратил деньги на дорогу но и все что с этим связано об оконцовке получается что люди сидят просто морочит голову и никакого результата нет я понимаю когда люди живут за границей потому что много звонков за границей тоже те же самые ситуации та же самая ситуация задают вопросы до такой степени то есть люди видят хороший дом им хочется сразу все это приобрести забронировать приходится идти хозяину опять и каждый день рассказывать ему вот эти истории что человек хочет купить твой дом что он готов приехать что он готов заплатить залог и все в этом роде то есть вселять надежду человеку который продает эту недвижимость и в оконцовке опять пустышка поэтому ребятушки если кому-то нравится недвижимость есть два варианта или вы приезжаете смотрите и со всех сторон досматриваете договаривайтесь о сделке на месте если этот дом вам понравился но ни в коем случае ничего не обещаете на расстоянии ну и второй вариант если вам очень нравится эта недвижимость при любом раскладе вы хотите приехать и купить ее вы хотите забронировать отправляете залог хозяину дома делаем предварительный договор чтобы и вы были спокойны что дом не продастся и хозяин тоже был свободно своих каких-то планах освобождал недвижимость вывозил свои чемоданы собирал вещи то есть мог свободно себя чувствовать зная что этот дом уже практически куплен и он может на что-то рассчитывать а то какие-то кошки мышки получаются не очень приятно об этом говорить но действительно очень много времени занимают вот эти пустые разговоры в общем что я могу сказать это чисто так размышления ну и может быть наверное даже просьба к тем кто в дальнейшем будет смотреть дома и и хотя бы хоть как-то представлять вообще всю эту картину как это происходит что нужно открывать фирмы если ты не гражданин евросоюза для покупки всего этого много нюансов поэтому если вы одумали позвонить мне и поговорить на эту тему не надо ничего обещать не надо просить меня бегать хозяину задавать ему неудобные вопросы миллион вопросов обещать ему закрывать дни когда произойдет сделка вплоть до того потому что все это как-то не совсем правильно но вот как то так а вообще домик который я вам показывал итальянцев который действительно стоит своих денег стоит большего заслуживает внимание просто хорошего бешеного внимания который достатница наверное тем людям которые действительно также будут любить его как хозяева этого дома я оставлю ссылочку внизу в описании можете еще раз его посмотрю самое удивительное по всему периоду своей деятельности с того времени как начал работать мой канал заметил интересный момент что покупают как оказалось в основном большинстве случаев дома под ремонт хоть и кричат убитый дом развалено выбросить его надо много домов которые были проданы даже не освещал на нашем канале потому что приезжали люди смотрели тот дом который был на канале показан но и смотрели дома которых на канале не было все под ремонт ребята все под ремонт и все это покупалось а вот когда ты выставляешь вот такой дом который действительно стоит хороших хороших денег дом в который ты заходишь и получаешь уже удовольствие над жизнью они заходишь туда и думаешь что нужно сделать это нужно сделать это это конечно уже совсем другая история хотя много запросов на хорошие дома все пишут спрашивают если дома которые можно зайти жить нас в деревне не продаются такие дома практически очень редко попадается что-то что можно приобрести хотя бы после какого-то косметического ремонта я уже не говорю где есть там септичные ямы там туалет в доме потому что туалеты в основном на улице также как и душевые кабинки вышел вон во двор шланчиком помылся ну или там стоит какая-нибудь печь которая греет бойлер уличный вот из этой серии в основном это так и все спрашивают если хорошие дома а вот когда ты действительно выискиваешь случайно нарываешься вот на такие дома и начинаешь их показывать появляется какой-то сначала ажиотаж чуть ли не борьба за дом одному начинаешь обещать второго можно сказать пускать по боку отказывать ему потому что дом вроде бы ты уже пообещал другому человеку а потом получается так что другой человек тоже как бы передумал не приехав даже понимаете и вот это не всегда хорошо поэтому как бы все что я вижу чтобы не говорили о плохих домах которые под ремонт они конечно продаются чаще быстрее и тоже по нормальным ценам по сути вот как-то так задавали вопросы многие был такой вопрос серёжа ты порт-клаб свой не продаешь интересный вопрос знаете интересный вопрос мне даже самому интересно потому что сейчас по ценам я вот даже пробежался до более-менее такие домики после ремонта там после косметического ремонта есть продажи но цены уже совсем другие 100 150 200 тысяч за 100 ты даже не найдешь что-то более-менее интересное недалеко от ямбала сегодня цены очень сильно поднялись на хорошие дома и когда меня спрашивают продаешь что свой порт-клаб или не продаешь на каждый товар как говорится есть покупатель и на любую недвижимость есть своя цена если появится покупатель на мой порт-клаб который стоит тоже немало денег почему бы не продать я даже вон недавно чисто для интереса выставил свой порт-клаб на продажу дабы посмотреть интересуют вообще людей такие места и кого вообще интересуют такие дома кого интересуют дома с бизнесом с банями с массажами с джакузи ми вообще как бы не каждому подходит такое место в принципе потому что наверное не каждый хочет заниматься бизнесом на дому хотя это очень даже неплохой вариант и когда залетает такой вопрос не знаешь даже чего ответить вроде бы не собираешься продавать да по сути прекрасно понимаю что чё нет то я такой человек который может продать все и сделать что-то более интересное масштабное потому что все начинается с мелочи можно купить маленькую избушку сделать из нее хороший замок какой-нибудь такой миниатюрный а потом продать его сделать уже более интересное место с другими масштабами авантюрист одним словом и наверное на этот вопрос ответ может быть разный сегодня я могу сказать что я не продаю его может даже еще не открылись то вот откроюсь отпраздную здесь вечеринку тогда я уже могу говорить о закрытии если появится покупатель правда тоже вариант поэтому ничего исключать нельзя так что вот такие вот дела ребятушки так что если кто-то хочет порт-клаб приобрести у кого хватит денег тоже прилетайте нет проблем никаких серёга такой человек который пойдет дальше и сделает что-то более масштабное и интересное так что в принципе и на этот вопрос кажется даже ответил в этом видео а вообще много недвижимости сейчас нет на продажу немножечко даже я скажу по людям сократился спрос потому что лето закончилось сейчас уже у нас конец года многие наверное не думаю даже о покупке недвижимости думают уже где провести новый год и такое тоже есть мы конечно наш новый год будем проводить здесь спорт клубе не без этого ну а вообще как я считаю люди ищут недвижимость в основном летом когда тепло хорошо поездил посмотрел я люблю искать дома вот именно в такой период после дождей что видно было где крыша течет где косяки какие-то где чё надо изменить где чего не надо где ждать подвоха вот это наверно самый такой интересный период когда нужно смотреть дома но не всем это удобно сделать вот такой вот у нас сегодня получился ролик размышления на тему недвижимости как бы наверное маленький даже обзор того что происходит после того как ты выставляешь дом на продажу все же думают что все так просто не просто ребят не просто я тот человек который не люблю говорить просто так и обещать что-либо тоже не буду если я в этом не уверен поэтому закрываем эту тему если кому интересна недвижимость по делу по делу приезжаем смотрим договариваемся хотите на расстоянии как я честно говоря покупал свой дом мне понравился дом я отправил залог я был уже уверен что это недвижимость моя поэтому наверное если не умеешь рисковать не умеешь вовремя покупать ту недвижимость которая действительно стоит тех денег на хера вообще в это лезть ну вот так вот ладно всем добра до встречи на нашем канале всем хорошего настроения веселого позитивного солнышко ваши окна ну а я пошел заниматься нашими делами потому что могу сидеть часами болтать размышлять а дел конечно не в проворот все чао до встречи